Привет всем! Самый главный вопрос, который, наверное, интересует многих людей, которые собираются ехать в Чехию, это стоит ли ехать в Чехию в 2021 году? Вопрос, честно скажу, неоднозначный и достаточно сложный. На него реально сложно ответить, потому что неизвестно, что будет в 2021 году. И стоит, конечно, выделить лично со своей стороны несколько пунктов. Первое, наверное, это самое главное, определиться для себя, по каким документам ехать в Чехию, то есть легальное пребывание или нелегальное. Это уже, конечно, выбор каждого, дело каждого. Почему? Потому что многие едут по безвизу, по биометрии, их не пугает то, что они здесь могут нарваться на депортацию, либо на штрафы какие-то. Кто-то едет по польским визам и так дальше, по венгерским. Но это, опять же, дело каждого. Я, честно скажу, я выбрал легальную сторону и всем рекомендую выбрать легальную сторону, чтобы не бегать, не бояться, не париться, что здесь вас могут остановить полиция, проверить ваши документы, проверить вашу здравоотку и еще там какие-то моменты могут возникать. Второе, это, опять же, все зависит от того, какую преследовать цель. То есть это миграция или заработок, это, опять же, дело каждого, потому что можно, понятно, что ехать на заработки, в итоге потихоньку мигрировать, потому что уровень жизни здесь другой и намного выше, чем в третьих странах, откуда, как правило, едут мигранты и, как правило, едут люди на заработки. Третье, это какая ситуация у вас в реальности в вашей стране с работой и прочим. Впрочем, то есть, есть ли что терять, чтобы не уйти на шаг назад, а может даже на два шага назад, потому что рвать, допустим, какие-то концы, там, с торботой хорошей, либо с хорошим положением на данный момент, чтобы потом приехать на более низкую зарплату. Опять же, все зависит здесь, от какой визы будет у вас отталкиваться судьба в Чехии, то есть, это краткосрочная виза или долгосрочная, тут же тоже это нельзя предугадать. Четвертый пункт, это понимать, что поездка в Чехию не будет сейчас стоить очень дешево, ну, опять же, в зависимости от того, в каком вы регионе живете, в какой стране. Это реально дорого, потому что это нужно заплатить за трудоустройство вашему агентству, нужно заплатить за тест на коронавирус, потому что он здесь обязательный для всех иностранцев, которые въезжают в страну. Нужно, опять же, заплатить за билеты и понимать, что будут еще дополнительные иные расходы, такие, как и за жилье оплата, такие, как и за проезд, и обязательно питание, и еще, чтобы были какие-то деньги с собой. То есть, суммы тут нереальные, можно доходить и до 1000 долларов, которые нужно будет вложить, поэтому нужно понимать и сложить все плюсы и минусы, и примерно посчитать, стоит оно того или нет. Следующий пункт, пятый, если ехать под долгосрочной визой, понимать, что выйти на хорошую, среднюю зарплату, нужно очень достаточно приложить усилий, я бы так сказал, много усилий, потому что это не за месяц делается, не за полгода, может быть и год, может быть и два, может быть и больше, потому что у каждого это по-разному случается, индивидуально у все, и сразу всего не будет, потому что кто-то себе рисует какие-то бешеные горы, и который может сейчас сразу достигнуть, если, конечно, у вас есть знание языка, и вы настрифицированы по какой-то особенной специальности, там, либо какой-то доктор, либо какой-то IT-специалист, то, конечно, здесь можно сразу приехать и все это делать. Вот, но если вы без образования, то есть, в принципе, как мы приехали со средним образованием, кто-то даже с высшим образованием, но при этом не знали языка, не знали, как себя там вести в данных случаях в этой стране, вот, то есть, начинаем все с низов, с этих заводов, со складов и так дальше, то есть, нужно пробивать это все по очень долгому времени. Вот, следующий пункт, шестой, это, опять же, такой пункт сейчас, он по всему миру актуальный, это коронавирус, в связи с коронавирусом, и могут быть, конечно, проблемы с работой, как это показало и весной, и летом, особенно касается, это, опять же, автозаводов, складов, то есть, не надеяться на то, что вы приедете сюда, допустим, по краткосрочной визе, закроются границы, и вы здесь можете проработать 10-12 месяцев, там, или 6, не знаю, там, 8, кто сколько там себе запланирует, вот, и возможностью остаться в Чехии подольше по трехмесячной визе, например, ну, как это было, опять же, ранее в этом году весной, то есть, на это надеяться не нужно, потому что люди, опять же, задают такие вопросы и моменты, что, а можно ли приехать, нам обещают ввести какой-то там договор сейчас в Чехии, какой-то закон, что мы приедем, и мы еще останемся, это все бред, это неправда, такого нету, такого не существует, и не будет, я уверен, любая страна не заинтересована в том, чтобы сюда приезжали люди, и оставались здесь на очень большой срок по просроченным документам, это реально неправда, поэтому, вот такие вот моменты, которые я хотел выделить со своей стороны, спасибо за то, что прислушиваетесь к нашему мнению, на этом все, увидимся в следующих выпусках, спасибо вам за то, что смотрите наш канал, всем удачи, до новых встреч, пока-пока!